И происходит особое воздействие на людей, природу, жизнь, программы наши жизненные. И сегодня я продолжаю всю ту же тему, пою всю ту же песню, обращая ваше внимание на новые подходы, к пониманию того, как именно мы создаем свою реальность своими чувствами и мыслями. Неожиданно очень пришел этот образ мне, фокусы жизни, фокус. И вместе с ним еще одно слово, прям ночью пришла эта идея поговорить об этом. Я выбрала все-таки фокус на картинку. Смотрите, как интересно. Мы сейчас с вами выходим, ну вышли уже практически, из игры полярности, где было нечто явное, нечто тайное, где взаимодействие людей, сил, сценарии жизненные были так настроены. И сама игра основана была на противодействии полярных сил. Потому что именно в этом противодействии, играя то за белые, то за чертные шахматы, разбивались наши души, получали новый опыт, вернее, рождали новый свет духа вопреки трениям материальной реальности. А сейчас время, когда завеса спадает. Задача одна – осознать, что ты был во сне. Очень здорово, ярко в этом кино поиграл. Но пора подвести итог и понять, что этот сон себя исчерпал. Но эта борьба, это противодействие, этот страх, все эти инструменты, которые помогали двигаться вперед, сейчас неактуальны. И поэтому многие слова впервые становятся многозначными об одном и том же. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на два таких слова. Одно слово – фокус. Когда-то в детстве мне говорили такую реплику. Смотри, чтоб без фокусов, красавица, чтоб без фокусов было. Подразумевая под этим, что фокус – это какое-то действие, которое выбивается из желаемого, из одобряемого. Какие-то непредсказуемые проявления, фантазии абсурдные, которые совершенно не нужны. Фокус в значении чудеса фокусника. Волшебная палочка не случайно присутствует на картинке. Кажется, что по мгновению руки появляется из цилиндра цветок птица или зайчик. Помните, все мы видели мультфильм «Любимый советский» на Багадзи. Очень здорово показано там. Это было тоже. Сейчас как-то в цирках не очень с фокусами. А в моем детстве это было очень распространено. То есть фокус – это необъяснимое чудесное действие, которое известно нам как обман. Вот, наверное, в этом смысле и говорили мне в детстве, что без фокусов. Хотя я была такая послушная девочка исполнительная. Не знаю, видимо, родители проекцию делали из своего босоногого послевоенного детства. И вот это значение фокуса, что это какой-то трюк, особенный трюк, был у нас в конце XX века очень интересный мастер фокусов, который проходил сквозь стены, материализовал себя и так далее. Девит Коппертфильд, который реально был мастером-магом. И имел возможность и право, вопреки плотному миру трехмерному, демонстрировать эти вещи. Потому что владение материи демонстрировали на протяжении всей истории, все святые. Но никогда не показывали этого. То есть не демонстрировали, а могли воздействовать на материю, потому что сила духа сильнее, чем голограммы материального мира. А они, наоборот, скрывали свои чудеса. Ну вот слово фокус, да, оно обозначает такое чудесное, неожиданное появление. Ну как правило, это появление чего-нибудь прекрасного, может быть не очень полезного, но приятного, красивого. Но другое значение этого слова означает совершенно другую сферу оценки реальности. Когда мы говорим, сфокусируйся на проблеме. Наведи фокус вот на эту тему. Фокус объектива фиксирует то, что он смотрит. То есть значение слова фокус в этом смысле обращает наше внимание на то, на чем мы концентрируем свое внимание. И вот я только сейчас поняла, что эти два значения совместились в новой реальности, которая прекрасно представлена в описаниях разделе на нашем сайте. Жемчужина опыта участниц курсов моих. Потому что, наводя фокус на определенные состояния внутри себя, наводя фокус на определенные моменты, которые вызывают удовольствие и вдохновение снаружи, мы получаем фокус превращения окружающей реальности и изменения обстоятельств в желаемом нам русле. По сути, я уже там трансляций 10 говорю на эту тему. И поворот зеркала, и наказание или указание, и там еще были какие у меня темы. Я постоянно стараюсь с разных сторон показать, что нет другого закона создания событий, как только точное отражение снаружи текущего внутреннего состояния, ярко удержанного внутри. Когда люди мне говорят, что они думали хорошо или представляли что-нибудь хорошее, а ничего хорошего не происходит, мне всегда хочется обратиться к ним со словами. Сколько лет, сколько часов, дней и минут выкрутили в голове тревожные мысли, как много вы сгенерировали определенного рода частоты, которая лучит и формирует проблемы. И ваше представление о том, что достаточно подумать, как бы хорошо было, чтобы это было так, это представление, как вам сказать, лучше, конечно, чем думать о том, о господи, хоть бы так не было. Но это даже не вершина айсберга, это только точечка верхняя айсберга. В том-то и дело, что для фокуса жизни, когда происходит превращение ситуации нежелательной в ситуацию благоприятного развития, и причем не того благоприятного развития, которое мы могли бы головой своей придумать, а именно, как у фокусника, неожиданно совсем другие призы, подарки, цветы, фейерверки, то, на что ты совсем не рассчитывал. Так вот, для того, чтобы этот фокус случился, должно быть достаточно волшебной силы внутри себя. Это сила покоя, благодарности, равновесия. И, конечно, путь к ней начинается с изменения вот этого фокуса, когда мы смотрим на события вокруг нас добрым глазом. Не устаю цитировать эту фразу, мне очень понравилось это стихотворение. «В одно окно свет посмотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой листвы зеленый весь». Это обычная история, что человек фокусирует внимание на том, за что он, может быть, благодарен, или тем он восхищается, и все больше и больше замечает того же вокруг. И более того, в какой-то момент это хорошее вытесняет вообще все иное. Но для того, чтобы фиксировать внимание на хорошем снаружи, нужно принять внутри себя все то, что там происходило и происходит, прямо скажем, нехорошее. Очень часто люди стараются спрятать от себя неприятные эмоции, загасить тягостные чувства. И потом удивляются, почему при их, вот такой хорошей мини, да, при плохой игре, навстречу сталкиваются с совсем другими проявлениями, далекими от гармонии. Сейчас чуть-чуть остановлюсь, потому что что-то у меня экранчик вот молчит. Гляну сейчас. Идет трансляция у нас. Пока не вижу. Всем приветики девочки передают. Ну, судя по тому, что сердечки поднимаются, процесс идет. Напишите, пожалуйста, слышно, видно меня, нормально? Потому что я смотрю на другом компьютере, и что-то как-то там подвисает все. Так вот, к вопросу о принятии. Принятие того, что может стать прекрасным фокусом, превращением нашей жизни в праздник. Принятием... Ага, вижу, что работает. Принятием тех некрасивых эмоций, которые всплывают в сознание или рождаются здесь в ответ на какие-то раздражители внутренние и так далее. Сейчас чуть-чуть еще гляну тут. Видно и слышно, да, все хорошо, все отлично, все окей. Ага. Вот сразу же мы с вами комментарии интересные получили. Можно ли так фокус выбрать, чтобы выглядеть в 160 лет на 25? Можно? Вопрос в том, что 25 лет – это не гладкая, упругая кожа, блестящие глаза и подтянутая фигура. 25 лет – это особое состояние души, которое свойственно иллюзиям. Ну, я бы так сказала. Когда вы не знаете еще о тех разочарованиях, которые могут с вами случиться. Ну, я так примитивно говорю. Почему существует такая пословица замечательная? Если бы молодость знала, если бы старость могла. Мы вступили в новое время. Мы вступили в новые частоты. Вот академик Миронова обстоятельно нам объяснила, как меняется клеточная структура. Дело в том, что фокус внимания на внешнем, на отражении на вашем теле не может изменить суть и создать чудо. А вот фокус внимания на внутреннем, на абсолютном доверии жизни, на способности упиваться каждым движением, на наслаждением каждым мигом своего существования, на свободой от забот. Вот, привет Максу Фраеву, люблю очень эти книги. На то состояние полета, которое обычно присуще людям 25 лет, которые, в общем, еще не обременены особо ни детьми, ни карьерными устремлениями. И еще можно быть не чемпионами в этой гонке. В новом мире сейчас мы в любом возрасте освобождаемся от морковок перед нами, добиться чего-нибудь. Поэтому, если вы наводите фокус внимания на молодость души, одновременно любя свою форму, бесспорно, я уверена, что это будет возможно в обозримом будущем. Совершенно точно. Но если вы хотите быть молодой, для того, чтобы получать отлик снаружи, чувствовать себя востребованным человеком, востребованной женщиной, то есть, если вы игровые мотивы ставите, то это не тот фокус, который даст вам ваш волшебный результат. Ну, а сейчас вот о тех чувствах, которые как раз мешают держать фокус на благодати внутренней. И здесь второе слово, которое я хочу с вами сегодня коротко так обсудить. Тоже неожиданно в описаниях в работе на форуме, в клубе всплыла эта формулировка. И я подумала, я никогда не задумывалась об этом. Давайте посмотрим на слово «испытание». Вот люди пишут, в том числе и в чате. Серьезная болезнь, долги по квартире, тяжелый развод, еще что-нибудь. Увольнение, неожиданность работы. И в моей аудитории, я вот в этот раз не сказала, я обращаюсь к тем, кто знает. Наше внутреннее состояние создает события. Осталось только хорошо научиться это внутреннее состояние в себе формировать то, которое мы хотим. Так вот, вот эти все вещи, перечисленные мною, для людей с головой, играющих в фильмы, это несчастье. Для людей верующих, людей, которые ощущают себя под строгим оком, я традиционно верующих беру, под строгим оком карающего Бога, это испытание. Справишься ли ты? Достоин ли ты будешь поддержки? Страдания прожить ты должен и так далее. Для людей, которые понимают, что они сами это себе зачем-то создали, как правило, зачем-то причина одна – остановить себя в этом направлении. Ты идешь не туда, куда нужно твоей душе, поэтому обрушаются декорациям. Или идешь не так, по головам, например, или во лжи себе. Ну, по сути, это одно и то же, потому что для души направление не в фактах, а в отношении к ним. Поэтому удачный брак, удачное замужество с человеком, который тебя любит, но без искреннего восхищения этим человеком, без искреннего резонанса сердцами с ним, то есть фактически вранье в себе. А через время даст женщине совсем другую картину, и прекрасный поклонник превратится в раздраженного супруга, потому что ложь скрыть нельзя. Если вы не ощущаете восхищения перед человеком, просто так, без того, чтобы он вас любил сам по себе, то обязательно накопится напряжение, которое выльется впоследствии в разных событиях. Так вот, для души это не тот путь. Поэтому она приводит к определенным сюжетным, обрушениям сюжетным. Вот испытания в таком смысле. Но я хочу обратить ваше внимание к слову испытания с третьего значения, скажем так, с другого значения. Испытания самолета, испытания новой вакцины, испытания какого-то прибора. Оно не предполагает оценки плохо-хорошо. Оно предполагает исследование, на что способен этот агрегат. Что он может проявить в реальности. Сколько он может выдержать напряжения. Сколько он может передать энергии. Как он может развить свои функции. Да, понимаете? Так вот, для человека, который понимает, что он сам себе это все создает. Обычно такие неприятности это уроки. Не зря у меня есть трансляция под названием «Не почему, а зачем». Трансляция, в которой помогает любую проблему увидеть с другого ракурса. И я не раз уже говорила и повторюсь, что поскольку мы сами себе все создаем. То есть что такое любое обрушение. Мы вложили энергию не туда. Причем не просто вложили, а вкладывали методично, вкладывали не туда. И в конце концов там получился завал. Все это обрушилось. И мы можем у разбитого корыта по фактам сидеть, но наша энергия никуда не делась. Она замурована в этих проблемах. И если мы начинаем на эти проблемы смотреть, как на счастливую помощь остановиться, чтобы продолжать свое разрушение духовно-душевное, вот это как раз тот самый момент наказания или указания, когда мы начинаем смотреть на эту проблему как на материал для роста, как на испытание самолета. Что я могу в этой ситуации сделать, исходя из нового отношения к себе? То оказывается, вся та энергия, которую мы неправильно вкладывали, она никуда не делась. Мы ее вскрываем и как получаем топливо для взлета своей души, способностей проявления в жизни. Это похоже на то, когда вы на дороге встречаете гору угля, но это и есть топливо для вашего паровоза. Если вы по-другому смотрите на проблему, даже не как урок, а как законсервированную возможность, потому что именно возможность энергетически, потому что именно испытывая ситуацию на грани того, что она дает вам в росте души, в раскрытии сердца, в понимании своего места в этом мире, вы вскрываете эти энергии чудесным образом. Рядом с вами появляются люди, дороги, направления, которые вообще в непредсказуемом направлении выводят вас на более благоприятную волну жизненную. Я тут недавно смотрела одного из молодых просветленных спикеров, Даниила Зуева. Не могу всем рекомендовать, надо понимать. Немножко ожидания от жизни, чтобы понять, о чём он говорит. Скажу только коротко, что мы живём в чудесное время, когда здесь представлены фокусы сознания Единого Бога разного масштаба. Есть фокусы сознания через людей, которые смотрят на весь гобелин жизни, этот гобелин жизни внутри них. А есть фокусы сознания людей, которые видят какой-то узор определённый в этом гобелине жизни. Сознание-то единое, Творец-то один. Но призмы, через которые, фокусы сознания, через которые он строит этот мир через свой взгляд, потому что нет другого способа создавать мир, только глядя на него. Если мы на него не смотрим, мира нет. Вы закрыли его, нет, условно говоря. Так вот, есть фокусы сознания, которые определённые узоры с ним наблюдают. А есть фокусы сознания, которые вообще заняты качеством нитей, из которых плетётся ткань мироздания. Инженеры голографические, скажем так. Вот Даниил, он как раз тот, кто видит весь гобелин. Но он замечательную вещь сказал, я даже в своей странице процитировала эту встречу из Уфы. Редко, когда говорит много и про жизнь, больше состояния передаёт. Он сказал очень здорово о том, что человек спросил, как совместить мудрое ощущение того, что это всё иллюзия, и что ты находишься сразу во всём, как это совместить с работой, в частности с продажей. Что если он менеджер по продаже, то ему нужно, в общем, охмурить клиента. И Даниил очень хорошо, прям на пальцах показал, как играя роль того, кому нужно, кому нужно, нечестным путём, игровым путём впарить товар, ты выпадаешь сразу из реальности души, и, соответственно, ты получаешь такую же обратку. Соответственно, ты сопротивление от клиента получаешь, и все остальные проблемы. Казалось бы, если у тебя есть выгодный клиент, и ты его вовремя обработаешь, ты получишь доход. Но если ты откажешься врать в жизни, будешь предельно честным, откровенно будешь говорить о том, что ты действительно думаешь об этом товаре, можешь потерять эту работу, и остаться без средств существования, действительно, в сложной ситуации, но с чистой совестью. И идя по улице, кто-то тебя толкнёт ненароком, может быть, ты глянешься, увидишь кого-то, с этим человеком пересчёшься взглядом, заведёшь разговор, и с этого человека начнётся вообще другая ветка твоей жизни. Я таких случаев в своей жизни, просто все случаи моей жизни, которые меня вывели на какие-то новые возможности, они все были вот так построены. Я выбирала душу, выбирала совесть, выбирала честность, отказывалась от благополучия, которой нужно было через небольшое прикрытие самого себя, истинных своих потребностей. То есть даже не то, что других обмануть, себя обмануть немножко. Надо было, чтобы подстроиться. Я выбирала себя, и вот именно так, случайно в троллейбусе, в поезде, на мосту в городе, глядя на реку, вдруг со мной разговаривал человек, из которого потом из беседы с ним, из общения с ним вырастала целая ветка моей деятельности, которая потом привела меня к полной реализации меня, как человека, через которого идет то, что нужно людям. Вот. И вот эта вот фокусировка не на внешнем, а на глубинном, а на глубинном, искреннем понимании потребностей души своей, на ведение фокуса не на те результаты, которые ты хочешь привлечь в свою жизнь, а на главной базе с этих результатов, благополучие внутреннее, благополучие, потому что никакие внешние факты, события, возможности не дают покоя. Если вы их обретаете, вы можете их потерять, тревога сохраняется, но когда вы ощущаете, что все вокруг кино, в котором все течет и меняется, то вам важно только одно, как чувствовать себя в порядке, чтобы любой неожиданный шаг не застал вас врасплох, а вы бы каждый раз принимали новое решение, исходя из своего сердца. И вот это слово испытание не как наказание. Обратите внимание, в слове испытание есть корень пытка, пытать, добиваться чего-то, узнавать. Вот у нас в подсознании это все запечатлено, но любое испытание жизненное, утрата чего-либо, остановка через что-то, то же самое увядание физическое для женщин актуально, старение, с годами перемена ощущений себя, это тоже испытание. И если это будет исследованием того, как вы изменились внутри, и что вот эта внешняя перемена может вам дать, вернее, что понимание этих ножниц между внутренним ощущением и внешним может дать вам для раскрытия вашей внутренней инициативы, фокусировки себя на благодарности и счастье себе, на моментах, которые наводят объектив вашей жизни, фокус, на то, за что вы благодарны. И вот эта тезис, что излучаем, то и получаем, он такой простой, но так сложно его честно признать, потому что даже находясь уже достаточно в осознанном состоянии, но увлекаясь мыслью или эмоциями в какие-то сюжеты, очень важно быть способным принять свои отвлечения как просто факт. Знаете, как песок, мусор поднимается в воде, но надо, чтобы он осел, его не надо трогать. Вы просто наблюдаете. Да, я так поступил. Да, сейчас мне страшно. Как с этим справиться? На сайте у меня масса инструментов, но самое главное, что не избавляться, а отпустить, когда мы наблюдаем то, что нам не нравится в своих ощущениях. Важно принять это, признать, выбрать фокус внимания на то, что вас успокаивает, умиротворяет и дождаться того, как это опадет на дно. И вот это сочетание двух слов фокуса жизни, когда именно фокусировка на том, что дарит вам глубину, равновесие, покой, любовь, свободу от оценок, потому что вы никогда не сможете не оценивать плохого снаружи, если вы недовольны чем-то в себе внутри. Все, что у вас есть, любые слабости, какие-то пристрастия, качества какие-то, это не вы. Это в вас находящаяся энергия. Как говорил Луара Бинго, не мы думаем, чувствуем и действуем, а мысль, чувство и действие проявляется в нас. И если вы понимаете, что у вас проявляется эта мысль, то вы с ней не воюете, вы позволяете ей пройти, при этом фокусируясь на том, что дает вам равновесие. И вот принимая себя, принимая себя, соответственно, не судя других, потому что когда начинаешь принимать себя, тебе просто некогда замечать, как там с остальными. Тут бы с собой разобраться. То есть ощущение такое, внимание к себе, создание ресурсов, в котором ты можешь себя слышать и ощущать. Потому что без осознанности с утра и без осознанности вечером, конкретно только посвященное именно тому, что вы осознаете, как вы начинаете день, как вы кончаете, используя те практики, которые вам близки. Из этого очень сложно днем сохранять особенность, выныривать. И выбирая вот это вот внимание к своей внутренней гармонии, вы естественным путем становитесь толерантными к другим, понимая, что ваше вмешательство никак не улучшит этих людей, их неправильные мысли, действия, поступки. А если они вас раздражают, значит вы в себе не приняли либо этого же самого, либо антипод утверждаете как основной. Знаете, как говорят мне люди, я предельно честный человек и не могу терпеть, когда мне врут. А почему вы предельно честный человек? Потому что некогда в прошлых жизнях, увлекшись игрой, ваше вранье привело к каким-то катастрофическим последствиям, вы навсегда поклялись быть предельно честным во всем. Нет никого, кто бы реагировал на любые недостатки окружающих, не прожив этот опыт и не преодолев его внутри себя. Ну а чаще всего проще. Чаще всего, да, вы не обманываете других, как какие-то нечистоплотные продавцы, например, навязывающие свой товар, но вы обманываете себя или там своих детей внутренне, потому что играете какие-то роли. То есть, как правило, ложь снаружи, она отражает ложь внутренне. Чуть-чуть гляну я в наш чат сегодня. Пока тут вижу приветствия, цветочки. Вот так. Анечка тут пишет, что у нее оказалась ситуация, что она не родная доченька. Дорогая Аня, ты тебе не представляешь, сколько людей, биологически родных родителей, являются гораздо более чужими, чем родители приемные. Не в этом дело. По поводу коронавируса мне нечего сказать, я все сказала уже. Это игра, которая нужна очень. Нужна для того, чтобы люди могли выбрать. Это игра с, как называется, с карантинами, там, закрытиями границ и так далее. Это игра, декорации. Как раз вы можете выбрать, как относиться. Я не успела сегодня выложить пост, выложу на странице из Италии от нашей курсантки. Как здорово они живут в карантине в Италии, потому что люди осознали, что столько времени можно посвятить семье, дети дома, играют там в игры, гуляют на природе. То есть ломается привычный уклад жизни, и у людей открывается вообще другое понимание, в чем ценность повседневности. Не в том, чтобы поднять себя, одеть на кормительную работу, потом назад. То есть все не случайно. Там даже до того, что карантин, что ты только можешь со специальным письменным разрешением, если тебе какая-то работа, так как жизнь и обеспечение людей создают, то у тебя должно быть письменное разрешение, что ты идешь на работу. Все не случайно. Сами факты заболевания ничтожны. Но меры, которые раздувают этот факт, огромны. Именно потому, что люди, каждый должен получить право выбрать во что играть. Я хочу сказать только об одном. У каждого свой индивидуальный, апокалипсис. И каждый человек умирает или заболевает смертельной болезнью не по причине вирусных эпидемий, а по причине внутреннего своего состояния в разрушительных вибрациях. По этой же причине в 19 веке, когда только изобретали прививки для спасения огромных масс, большие количество людей, малообеспеченных людей умирали от инфекционного заболевания. И сейчас, кстати, от холеры было изобретено средство, основанное на клеточках иммунных в тех годах. То оппонент изобретателя этой микстуры, этой прививки, профессор известный очень, демонстративно выпил фляжку зараженных бацилл. И сказал, что я не заболею. Потому что причина холеры не в антисанитарии заражения бактериями. Причина холеры в состоянии нищеты в сознании этих людей. Ну, что и, собственно, есть. Поэтому, если вы хотите продлить свою игру в этом кино, то, собственно, по любым причинам. Хотите ли вы быть молодым, здоровым, хотите ли вы быть счастливым, хотите ли вы быть свободным от ситуаций, в которых вам придется вынырнуть из этого фильма. Вам нужно работать с внутренним состоянием, освобождаться от, понимать, вернее, признавать те свои негативные чувства, которые всплывают, исцеляя их и фокусируя свое внимание на том, что прямо сейчас делает вас добрее, благороднее, теплее для себя и для других. Прямо сейчас. Вот об этом как раз пост из Италии я выложу его после трансляции. Ну, вот сегодня такая короткая у нас встреча, потому что я чувствую, что больше мне сказать нечего. Светлана, спасибо за трансляцию, про благодарность. Это работает. Всем рекомендую. Очень хочется вернуть молодость, пишет Танечка. Вот, Танечка, я вас по комментариям знаю. У вас очень взрослая позиция. Вы эксперт во всем. Вы находите возможность свои ценные указания написать под любой пост. В таком состоянии молодым быть нельзя. Потому что молодость, она не заинтересована в том, чтобы оценивать других. Загляните в себя. Когда вам перестанет хотеться утверждать свое мнение, а вам захочется наполнять свою жизнь, вы начнете молодеть. О чем говорит внутренний саботаж? О том, что заставляете себя делать не то, что хочет ваша душа. Да, у меня сын приболел, я кайфую, он тоже, потому что мы дома. У нас в Казахстане паника. Скупают в магазинах продукт, разговоры про доллар, коронавирус. Ну, нормально. Где-то паника. У нас в Казахстане не паника. У меня на курсе порядка 12 человек из Казахстана, из разных регионов. У меня как-то паники нет. Каждый выбирает, во что играть. Все не случайно. Так, скажите, пожалуйста, мне вдруг неделю ломают все зубы. О чем говорит такой симптом? Спрашивает Анна. Распространенный симптом. Если вы пойдете к стоматологу, окажется, что у вас все нормально. Это идет активация мозговых центров. Очень много энергии приходит в головные центры. А если бы вы видели фотографию, как связаны нервы зубов с мозгом, то вы бы увидели, что такая сеть прямо вот сюда идет от зубов. И просто ломит челюсти сами. Ну, соответственно, и зубы. Очень неприятно, да, я знаю, но ничего не сделаешь. Заземляйтесь лучше. Быстрее энергия будет проходить, меньше будет болеть. Так. Спрашивает тут Антип, как раскрыть глаза родителям. Никак, дорогой, ты им глаза не раскроешь. Поверь мне. Только когда ты станешь абсолютно счастливым, уверенным, просветающим человеком, они даже не понимая тебя, просто перестанут с тобой спорить. То есть вот мои родители, я 30 лет, да, на этом пути. Они мне называли юродивой, там, они мне говорили, что я чокнутая, что вместо того, чтобы применять свои образования, я дурюмаюсь, там, ну, много чего в философии жизни. по мере того, как я вопреки их мнению стала все лучше и лучше жить, ну, очевидно стало, что да, почему-то я нужна людям, да, почему-то издаются мои книги, почему-то, ну, там, в статье, в статье книги нет, я не стала издавать, кроме первой книги, в статье в научных журналах, там, еще что-то. То есть я, для них авторитет что? Ну, то, что я востребована, что деньги приходят, что я здорова, что я молода, там, все вот это. Ну, это никак не изменило их мировоззрение. Они имеют право заблуждаться, имеют право разрушать себя своими иллюзиями. Дело в том, что это как раз та самая история. Если вы хотите изменить себя, перестаньте изменять других. Так, всплывающие сомнения, как распознать. Так же, как и все остальное. Когда вы хотите ответ, как мне поступить, что мне делать, вам надо не думать, как поступить и делать, а вам нужно посвятить хотя бы 3-5 дней полностью набору ресурсов, чтобы вы занимались только кайфовыми делами, которые вам тело расслабляют. Баня, спа, бассейн, концерты. То есть вообще отвлечься от всего, чтобы вы вынырвали из игры и душа, вы могли почувствовать душу. А потом из этого состояния, когда вам, в общем-то, все равно, куда там вы поедете, потому что вам сейчас хорошо, из этого состояния вы сможете увидеть, куда двигать. но пока у вас нет равновесия внутри, благодарности себе и моменту вообще за то, что вы живы, если вы не испытываете свободы от сюжета, то вы обязательно ошибетесь. благодарю, благодарю. Как можно помочь дочери справиться со страхами, ночными кошмарами, боится одна оставаться дома, хотя уже достаточно взрослая. до совершеннолетия не надо оставлять дочь одну дома. Заведите кошку, которая будет ее защищать. Есть причины у молодого поколения, у детей, у подростков, они видят тонкий мир. Это страшно. Это вы просто не понимаете. Для вас там никого нет, а для нее там дофига кого есть. Поэтому я не советую воспитывать волю, переживая это. Но главное, чтобы вы сами ощущали защиту от вашего англо-хранителя, от Архангла Михаила. Это невозможно научить ребенка, если ты сам это не используешь. Чистоту душевную отражать командой небесной. Скажите, как помочь. Так, вот мы пришли. Так, сердечная благодарность. Вот совет тот неожиданный, Татьяна говорит. Он очень неожиданный, потому что, подумайте, старость, вообще старение, это следствие развития эго, ума. Ребенок, бесконечно обновляющийся, он не авторитет ни в чем. Он ничего не знает, он все с любопытством на все смотрит. Поэтому там, где есть желание указать на правильность, это проявление разрушительного паттерна программы старения. Потому что все, я когда-то это узнала, теперь вот я вам свое ценное указание даю. Жизнь бесконечный процесс. Поэтому великие мудрецы всегда говорили, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Почему великие ученые до самой старости, хотя они физически старели, но время было другое, биология была другая, они очень бодры, висели дирижеры в 90 лет еще в симфонических оркестрах. Бодрые. А я была на встрече Этика наука будущего в Москве в 2005 году, где всякие чудеса вот увидела от академиков, в частности Горяева, видела самого, когда он рассказывал о том, как наш генетик состоит из 12 нитей венка, и он это все снял, сфотографировал. Я была потрясена, там выходили такие бодрые, румяные, с густой седошевелюры дяденьки и говорили, я 60 лет преподаю в Баунке, и до сих пор удивляюсь, как там тра-ля-ля-ля-ля. Потому что у них детское сознание. А когда человек считает нужным не по долгу профессии вещать, а прийти в чужой аккаунт и ценное указание написать, это призма, призма авторитета, значит движение к смерти. Светлана, как вы потрясающий человек. Я недавно о вас узнала, у меня началось волшебство в моей жизни. Оксаночка, я очень рада, я уже много раз говорила, повторю, моя функция зеркала, люди, которые со мной резонируют сердечно, они благодаря мне лучше слышат себя. Потому что моя функция в этом коврике, мироздания, моя ниточка, она вот для того, чтобы узорчиком этим напоминать ваши узоры. В сущности, мы с вами играем друг с другом, отражая друг друга. Приливы идут в голове, заземление делать надо три раза в день. Спасибо огромное. Сегодня даже пошла делать панорамный снимок, а там аппарат не работает. По поводу зубов, я так понимаю. Ноги, да, ноги очень болят, потому что очень большие потоки. И заземление, и уфу кудзи, и вибрация ногами, и 15 минут перед сном кверху ногами облегчает. Благодарю, Светлана, мои жизни случались чудеса. Я своим детьми говорила об этом в особенном чувстве. Добрый вечер. Сейчас более с высокой температуры пытаюсь себе помочь в фиолетовом пламени, но не могу пока удерживать в голове картинку. Могу ли я помочь себе? Или это в целом хорошая практика, она не так быстро срабатывает? Татьяна, так вы прямо наоборот поступаете. Высокая температура это прекрасное состояние. Вы прогораете, ваши разрушительные смертные записи выгорают. Зачем вам фиолетовое пламя? Вам наоборот нужно представлять для себя, что вы комфортно продыхиваете этот огонь. А фиолетовое пламя увеличивает огонь. У меня был такой опыт. Я чуть не умерла. Лет 20 назад у меня включались головные центры. Это было ужасно. И я наивна. Мало того, что фиолетовое пламя, я еще и намазалась, чтобы так не раскалывалась голова, эфирным маслом эвкалипта. А это тоже огонь. И пришлось моим малолетним детям меня просто ледяной водой поливать в тазик голову, потому что я реально умирала. Ну, тогда это был хороший опыт. Надо принимать эти вещи. Температура это прекрасно. Ложитесь, наслаждайтесь, растворяйтесь. Вы три дня прогорите, и у вас все пройдет. Фиолетовое пламя хорошо, когда вы растворяете чувства, те, которые вас терзают. Но вот при высокой температуре не надо использовать. Сейчас глянем еще. Чуть-чуть. Многое сообщение. По поводу любви к женщине могу сказать только молодой человек. Вы с собой разберитесь, что вам нужно. Мы любим других, потому что прожектор нашего сердца направлен на кого-то, и на этом человеке мы отразили свою любовь. Любовь или есть, или нет, она может любить кого угодно. Дикое желание все время есть. В желудок говорит, хватит, а голод как будто психологический. Я бы сказала, не психологический, а физиологический. У вас такое, как будто солнце сплетения. Это чакры ускоряют свое вращение. И это главное, что едой это вы не погасите. А главное, не полезно. Частота-то должна повыситься, больше двигаться, больше жидкости пить, осознанно вкус ощущать. То есть, это не голод, не психологический, никакой. Это непривычное для тела ускорение работы с солнцем сплетением. Низкое давление это нормально, потому что это такое устройство физиологии. Бегица с устью и тистонии. У меня низкое давление всю жизнь. Если бы у вас было высокое давление, вы бы сгорели в этих огнях. Тяжело, но это не болезнь. Я была на специализации по гипертонии, гипотонии в свое время. И нам все на схемах показали, что от низкого давления никто не умирает. Это особая способность пропускать огни. То есть, тело как бы максимально спущенное, у него напряжение позволяет пропускать огни. Но с точки зрения обывателя, вот если как бы сейчас-то переходный период, сейчас все это горит и изменяется, трансформируется. А допустим, 30 лет назад низкое давление и нежелание жить. Но нежелание жить кого? Нежелание жить эго, ума. Душа всегда хочет жить, если бы она не хотела жить, она бы вышла из вашего тела. Поэтому, с одной стороны, нужно хорошо, бережно к телу относиться и следить за этим. И когда нужно привлечь, когда нужно активное движение делать, очень помогает махи руками, ногами. Лимфа разгоняется и давление чуть повышается. Набор препаратов, предметов, продуктов, которые вам помогают. У кого-то, я допустим, пью очень маленькую чашечку кофе. Пол чайной ложки кофе завариваю там малюсенькой чашечкой кипятка. Потому что, я не могу кофе, у меня печень после инфекционного заболевания в юности уже с последствиями осталась. Мне дискомфортно. Вкус кофе дает мне кратковременное поднятие. Но я уже убедилась, что сейчас, в это время, если надо, чтобы оно было низкое, ничего не поможет. Лежишь клостом просто. Когда бывает от того, что вы просто вовремя не сделали практики, утром провалялись в постели, знаете, проснулся в 5 утра и не встала. А потом уснула, в 8 проснулся, лептевист. И вот такой вот весь. Это просто раскочегарить все точки, поднять себя. Массаж того-сего. Я уже как-то говорила, что я себя чувствую гораздо лучше, чем в молодые годы, именно потому, что я регулярно, каждый день занимаюсь своим телом. Поэтому для меня это низкое давление сейчас не так значительно, как было раньше. По поводу суставов и так далее, дорогие мои, пишем психосоматикам в интернет. Лиз Бурбо, Луиза Хейм, там все ответы. Аппетит только вечером и даже ночью. Это болезнь? Нет, это не болезнь, это привычка. Это благо, когда разрешаешь себе любить, даже когда этому человеку за 80. Да, конечно. Как вы относитесь к кошкам в квартире? Что они несут детям и семье в целом? Счастье они несут? Кошки – это мистические существа, которые приносят нам, во-первых, пример правильного отношения к жизни. Кошка – самодостаточное существо. Она позволяет о себе заботиться, но никогда не выпрашивает. Она умеет полностью расслабляться, она умеет моментально переключаться. То есть это просто учитель дзен. Но кроме этого, каждое домашнее животное не случайно оказывается дома, и животное отражает определенные энергии внутри семьи. Поэтому это всегда помощь, урок, раскрытие сердечности и любви. Для нас с супругом кошка – это счастье. Мы несколько лет назад три года назад подобрали котенка в подъезде. Я не планировала никаких животных, но просто было понятно, что никто его не возьмет. Черный, абсолютно черная кошечка была молоденькая. Кто-то выбросил из дома, потому что она была чистенькая совсем. И это, конечно, мудрый нам не только учитель, но и целитель, и гармонизатор, и учитель. В общем, много чего. Для меня кошка – это священное животное. Ну ладно, я думаю, на этом мы с вами завершимся. Напомню коротко, с чего мы начинали. Мы говорили о фокусах, что фокус внимания, на что мы направляем, на какую суть, отражается в жизни фокусом чудес, когда это все проявляется. И иллюстрации к этому в разделе «Жемчужины опыта» у меня на сайте. Там уже сотни статей. Почитайте и посмотрите, как это происходит. В том числе и по здоровью тоже. И по взаимодействию с медициной. Сейчас вот я статью новую выложу по взаимодействию с медициной. И слово «испытание» тоже. Когда у вас возникает проблема, люди пишут, «Я никогда не была на ваших курсах, но моя жизнь полностью изменилась». На сайте есть все для того, чтобы радикально изменить свою жизнь. Приходите, открывайте меню, перебирайте названия статей. Вам душа подскажет, что вам более актуально. И на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Всего доброго.